МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина и коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С рабочим визитом. Зампред регионального правительства Валерий Савин оценил работу зареченских коммунальщиков. В городе проводится достаточно большая работа по уборке снега с основных магистралей. То есть магистрали, все проезжие улицы города Заречного находятся в достаточно неплохом состоянии. По последнему слову техники, Заречный одним из первых муниципальных образований региона получил новую коммунальную машину в рамках реализации госпрограммы. Действительно, это многофункциональный автомобиль, который может выполнять практически все функции, которые необходимы для работы по благоустройству, по содержанию нашей дорожно-уличной сети. Все работы хороши, выбирай на вкус. Зареченские школьники приняли участие в едином дне профориентации в рамках городского фестиваля для детей и молодежи «Профкомпас 21 век». Учились брать тоже репортаж у тех детей, которые пришли на разные профессиональные пробы, спрашивали, задавали разные вопросы, которые нас интересовали. И теперь обо всем подробнее. Губернатор Иван Белозерцев указал на необходимость интенсивного вывоза снега с улиц. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве Пензенской области. «Началась весна, мы должны быть готовы к половодию», цитирует главу региона официальный портал областного правительства. «Снега выпало в этом году очень много, ждать, пока он растает, опасно. Нужно его вывозить. Погода может быть непредсказуемой. Администрации города Пензы, глава муниципальных образований надлежит организовать работу по более активному вывозу снега». Распорядился Иван Белозерцев, добавив, что особенно много жалоб на состояние дорог и тротуаров поступает от жителей областного центра. Губернатор также поручил правительству проконтролировать это распоряжение. Наш город проинспектировал заместитель председателя регионального правительства Валерий Савин. Считаете, что скользко, да? Конечно, скользко. Зареченцы пожаловались на гололед заместителю председателя правительства Пензенской области Валерию Савину. С горожанами Валерий Александрович пообщался в рамках рабочего визита в наш город. По поручению губернатора Пензенской области во всех муниципальных образованиях региона проводятся рейды, цель которых – проверка оперативности и качество уборки снега. В Заречном инспекцию начали с внутриквартальных территорий. Во дворах на улицах Братской и Конституции СССР снег убран. Проезды расчищены, но на дорогах – гололед. Пешеходные дорожки и проезды не посыпаны песком. На эти недочеты зампредправительства обратил внимание представителя управляющей компании и поручил в ближайшее время привести в порядок дороги на внутриквартальных территориях. Давайте вот это исправлять, потому что сейчас начнется таяние, сейчас все это поплывет у нас, под ногами будет голый лед, под водой, люди будут биться. Уже он сейчас бабушки все предъявляют претензии. К качеству работы по уборке снега вблизи учреждений культуры и образования у Валерия Савина претензий не было. На территории 216-й школы и у Дворца культуры «Современник» расчищены дороги и пешеходные тропинки. Не вызвало нареканий состояние проезжих частей и тротуаров. Вижу, в городе проводится достаточно большая работа по уборке снега с основных магистралей, то есть магистрали, все проезжие улицы города Заречного находятся в достаточно неплохом состоянии. Есть еще над чем поработать, то есть в некоторых местах дорожное покрытие заужено, поэтому техника сейчас убирает вот этот вот снег для того, чтобы расширить эти улицы и привести их уже, так сказать, в должное состояние. Снегоуборочная техника выходит на улицы города ежедневно. Работа не прекращается ни в мороз, ни в период оттепеля. Графики расчистки улиц публикуются в социальных сетях на страницах городских СМИ, главы города и сайте администрации Заречного. Это делается для того, чтобы горожане убрали с проезжих частей свои автомобили и коммунальщики смогли освободить от снежных завалов всю улицу. У нас технологии уборки все отработаны. Проблемы были, возникали в тот период, когда выпадало достаточное количество снега, когда наши коммунальные службы не могли одномоментно с этим справиться, поэтому уборка производилась в сжатые сроки, но все равно нарекания от жителей были, потому что не хватало сил, не хватало средств. Мы сегодня об этом уже говорили, что техника у нас достаточно старая и хорошо, что есть у нас в регионе программа оказывается помощь муниципалитетам по приобретению новой техники. Я думаю, что это большое подспорье нам будет и в будущем по содержанию нашего города. В этом году улицы города убирают более 25 единиц спецтехники. Среди них грейдеры, снегопогрузчики, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и другие машины. В этом году с дорог и дворов Заречного вывезено уже более 60 тысяч кубометров снега. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». 100 миллионов рублей из областного бюджета будет направлено в течение двух лет на реализацию государственной программы обеспечения жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 годы. Программа в частности предусматривает закупку коммунальной техники на условиях софинансирования с органами местного самоуправления. 90% областной бюджет и 10% местные бюджеты. В этом году участие в программе принимают 16 муниципальных образований региона, в том числе и Заречный. Как уточняет пресс-служба областного правительства, 12 муниципальных образований уже провели конкурсные процедуры по отбору поставщиков коммунальной техники и заключили муниципальные контракты. До конца месяца по этим контрактам ожидается поставка 8 единиц спецтехники. Первая дорожная машина уже поступила в Заречный. Подарки бывают разные, не очень нужные, эмоциональные, ценные и практичные. А этот объединил в себе сразу три последних категории. В канун Дня работников ЖКХ, отмечающегося в 3 воскресенье марта, Заречный одним из первых в области получил новую, современную, многофункциональную дорожную машину. Это вообще очень знаменательный день для нашего предприятия. Значит, мы получили такую универсальную дорожную машину, о которой только можно мечтать. Это, наверное, в России одна из самых современных на сегодняшний день. Это завод Меркатор, Калуга. И вот благодаря программе, которая у нас в Пенской области, благодаря губернатору, благодаря нашему главе, то есть мы одни из первых в области получили этот автомобиль вот теперь в наличии. Первым за руль новенького большегруза сел глава Заречного. Заречный Сделав Сделав символический круг почета по территории автобазы, Олег Климанов рассказал о первых впечатлениях от поездки. Я, наверное, последний раз находился в комбине КамАЗа 30 лет назад. Это вот две больших разницы. Ну, понятно, что ничто не стоит на месте, но все равно сейчас все делается для людей, для тех, кто управляет этой современной техникой. Мы сейчас посмотрели, действительно, это многофункциональный автомобиль, который может выполнять практически все функции, которые необходимы для работы по благоустройству, по содержанию нашей дорожно-уличной сети. Самое главное здесь то, что вот в условиях дефицита денежных средств муниципалитет уже не имеет такой возможности приобретать такую технику. И здесь вот, конечно, участие региона и лично нашего губернатора Ивана Александровича Белозерцева это большого стоит. По достоинству оценили новую машину и те, кому предстоит ее эксплуатировать, профессиональные коммунальщики. Машина, конечно, хорошая, все для водителей, удобно, все прекрасно, даже, как говорится, едешь и можно отдыхать, и не думать о работе, не сравнять, конечно, с нашими бывшими делами. Это уже пройденный век. Здесь все усовершенствование, все для народа, все для водителя. Это очень большая помощь нам, это просто, я думаю, с нас уже можно по-другому спрашивать и за уборку. Поэтому вот, большое событие, тем более, что скоро день коммунальщика. Поэтому я даже не могу вот это, пока в эмоциях не могу оценить. Новая машина пока не вышла на улицы Заречного. Водители и механики проходят курс обучения с представителем завода-изготовителя. Мы отключаем соединение или байонет, так называемый, и перед этим отключаем их соответственно вот сюда. Работа на современной технике кардинально отличается от предыдущего опыта сотрудников КБУ. Это не старенький ЗИЛ из прошлого века. Электроника, автоматика, гидравлика значительно облегчают труд водителя и расширяют спектр производимых работ. Одна машина заменяет собой небольшой коммунальный автопарк. Данная машина, она универсальная, соответственно, в одном транспортном средстве. Она сочетает в себе систему для распределения протягололедных материалов твердых. Это зимнее оборудование, так называемое летнее оборудование, бочки, которое устанавливается в кузов. И также машина может работать по прямому назначению с самосвалом, в летнее время перевозить супучие материалы. Установки оператор переставляет сам, не требуется никакое грузоподъемное оборудование, соответственно, меняется установка порядка 20-30 минут. Система быстросъемности оборудована. Этот автомобиль «Заречный» получил в числе первых из 16 муниципальных образований Пензенской области, принимающих в текущем году участие в государственной программе обеспечения жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 годы. Планируется, что в следующем году участие в программных мероприятиях по закупке коммунальной техники примут 19 муниципалитетов Пензенской области. Всего запланировано приобретение двух комбинированных дорожных и двух вакуумных В Заречном будет организовано круговое движение еще на одном перекрестке. Третьим кольцом станет перекресток 30-летия Победы и улицы Озерской. Такое решение было принято городской комиссией по безопасности дорожного движения. Ну а в 132-м квартале появится знак, запрещающий стоянку. А вот платной парковки у торгового центра на улице Ленина пока не будет. И это предложение не встретило поддержки. Подробности о решениях комиссии затрагивающих интересы всех автомобилистов расскажет Наталья Иллистратова. В Заречном появится еще один перекресток с круговым движением. Такое решение приняли участники межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Зареченских автомобилистов уже несколько лет смущает клумбы, обустроенные на пересечении улицы Озерской и проспекта 30-летия Победы. Несмотря на установленные здесь знаки приоритета дорожного движения, перекресток в 18-м микрорайоне остается для некоторых водителей сложным. У нас тут очень много вопросов возникает у жителей. Сколько мы не бились, не объясняли, что там все-таки нет кругового движения. Но люди у нас, заезжая на круг, все-таки считают, что они правы, когда едут с улицы Озерской. у них получается всегда конфликтная ситуация. Поэтому и с учетом того, что круг у нас по всей России стал все-таки главным, раньше у нас был вопрос, что с круга нельзя было съехать, потому что круг не главный, сейчас у нас круг главный. Планируется, что новая схема движения на пересечении улицы Озерской и проспекта 30-летия Победы вступит в силу с 1 мая текущего года. Водителям стоит быть осторожными на этом перекрестке и обращать внимание на знаки. Еще один вопрос, который обсуждался на Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения – подготовка к паводку. По словам генерального директора Комбината благоустройства, основные работы по прочистке ливневых канализаций вдоль проезжих частей в городе начнутся с 15 марта. У нас и лосос в исправном состоянии одна единица, значит, обслужили мы его, мы уже его и выезжали, видели на всем их, им работали. Гидродинамичка у нас сейчас до делается капитальный ее ремонт, именно капитальный, то есть бочка новый, насос с оборудованием плужины новый, карданы новый. Водителям стоит проявлять в период паводка особую осторожность и не препятствовать работе коммунальной техники. Участники комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрели также два обращения по организации парковочных мест возле торговых точек города. В итоге принято решение установить знак «Стоянка запрещена» с ограничением по времени рядом с магазином на улице Литки 15. А вот предложение обведения платы за парковку от представителя одного из торговых центров на улице Ленина было отклонено и отправлено на доработку. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Справедливость крылатого выражения про благие намерения в полной мере оценили жильцы сорокового дома по улице Ленина. При уборке снега коммунальщики сломали во дворе декоративный забор, а весь грязный снег и лед с автомобильных проездов сгрутили на детской площадке и газоне. Возмущенные жители обратились за помощью на телевидении. Наш корреспондент Наталья Елистратова помогла разобраться в ситуации. Забор взяли, варварский, сломали, все разворотили, ну и все. Поврежденный металлический заборчик, детская площадка и кустарники, заваленные снежной горой. Зареченец Анатолий Кистин недоволен результатом работы управляющей компании. По его мнению, коммунальщики недостаточно аккуратно выполнили зимнюю уборку внутриквартальной территории. Мужчина уверен, что ледяные глыбы, образовавшиеся в результате расчистки дороги, нужно было вывезти из двора. Вот оттуда все и сюда привезли, главное оттуда с дороги и сюда вот все. Зачем? Какая у вас главная претензия к управляющей компании? Как бы хотели решить вопрос? Ну вот как изломали, пусть так и делают. И вот этот мусор пусть приезжают, убирают, зачем это надо, вот эта грязь. По словам представителей управляющей компании, расчистка дороги рядом с домом номер 40 по улице Ленина проводилась в начале текущей недели. Работы были организованы по правилам обслуживания внутриквартальных территорий. На данной дворовой территории была высокая колейность. Для обеспечения внутридворового трафика и нормального движения транспорта жителей мы произвели очистку. Выгрузку колотого льда произвели на придомовую территорию. В принципе по нормам это полагается так делать. Механизированная уборка, довольно сложный процесс, не все учли, повредили забор и кое-какие зеленые насаждения. Жители молодцы, отреагировали вовремя, поставили нас своеизвестность. Я думаю, что после схода снега мы все эти проблемы снимем, забор починим, восстановим, зеленые насаждения посмотрим, что с ними не так, либо предоставим какие-то новые взамен. Представитель управляющей компании заверил нашу съемочную группу, что ледяные горы из двора на Ленина 40 будут вывезены в ближайшее время. Восстановление малых форм пройдет при согласовании с жителями. Работа над ошибками будет проведена оперативно, как только позволят погодные условия. Наталья Елистратова, Вячеслав Фюртаев, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». И об эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки в России выявили 9794 случаи COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, показатель уже четвертый день подряд остается ниже 10 тысяч на уровне начала октября. Больше всего новых случаев в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Самарской, Воронежской и Ростовской областях. Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии превысило 4 миллиона 370 с половиной тысяч человек. Умерли за все время более 91 тысячи пациентов. Вылечились почти 3 миллиона 975 тысяч. В Пенинской области за минувшие сутки зафиксировано 120 фактов инфицирования COVID-19. Среди заразившихся 16 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Число заболевших за все время приблизилось к 40 тысячам. 36 тысяч 150 человек выздоровели, 465 пациентов спасти не удалось. В Заречном 12 марта подтверждено 11 случаев коронавируса из числа ранее выявленных. Молодые зареченские педагоги продолжают состязаться в мастерстве. Конкурс «Первые шаги в профессии» один из этапов традиционного ежегодного городского фестиваля «Педагогический фейерверк». Весь март за звание лучших борются учителя, воспитатели, классные руководители. И уже вторую неделю идут открытые уроки у конкурсантов, чей стаж не превышает 5 лет. На одном из таких занятий побывали мои коллеги. Ученики школы номер 220 составляют диалоги, примеряют на себя роли официантов и клиентов в ресторане и повторяют фразы и лексику по теме еда. А еще они помогают своему педагогу. Учитель английского языка Анна Ивонина принимает участие в конкурсе «Первые шаги в профессии» и дает открытый урок. Мне было очень приятно, что дети переживали больше меня. Мне так легче от этого стадума прекрасно. Я не переживаю как за собственное дело. Я была в них полностью уверена. Они молодцы. Первые шаги в профессии – состязание педагогов, чей стаж составляет меньше 5 лет. Анна уже принимала в нем участие и заняла второе место. Теперь она снова в числе конкурсантов. Я считаю, что это возможность держать себя в тонусе, свой мозг. Он всегда должен работать. Учителей очень большая нагрузка в плане всего. Молодой педагог считает, прежде всего нужно дать детям мотивацию к изучению языка. Тогда они будут искать новую лексику сверх той, что дана в учебнике, запоминать неправильные глаголы и вникать в тонкости использования грамматических времен. Особенно остро вопрос мотивации встал во время дистанционного обучения. когда многое зависело от самостоятельности детей. В этот период Анна освоила множество различных программ и технологий, придумала новые приемы, которые использует и сейчас. Это возможность давать домашние задания в форме игр на разных сайтах и платформах, которые я потом могу отследить, чтобы у них не было опять надо посмотреть, что-то записать, а домашние задания, которые они могут выпрыгнуть дистанционно, какая-то игра с результатами, чтобы была. Двухнедельный марафон открытых занятий завершен. Впереди у Анны Ивониной и ее 17 коллег следующие этапы состязания. Участники конкурса готовятся решать педагогические ситуации и презентовать онлайн-мероприятия на платформе Zoom. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Зареченские школьники познакомились с миром современных профессий. В Центре образования и профессиональной ориентации прошла акция «Единый день профориентации» в рамках городского фестиваля для детей и молодежи «Провкомпас 21 век». Педагоги Центра подготовили площадки, на которых дети смогли познакомиться с особенностями различных профессий, начиная от дизайнера, заканчивая столяром и фрезеровщиком. Около полусотни детей попробовали себя в различных направлениях. Ярослав Леонов воспитанник Центра образования и профессиональной ориентации. Мальчик посещает занятия в столярной мастерской, осваивает навыки работы с деревом, учится изготавливать различные предметы своими руками. Начал в этом году нравится ходить сюда. Хожу по средам на четвергам, что уже умею сделать. Ну, сделал вот уже пистолет. Сейчас в мастерской особенно многолюдно. Здесь открылась площадка профессиональных проб. В рамках единого дня профориентации в Центр образования пришли ребята, которые пока не занимаются здесь в объединениях, но хотели бы испытать свои силы и найти занятие по душе. Достаточно протяженный отрезок времени, за который эти дети осваивают и получают какие-то навыки, которые необходимы, например, в данной профессии или в данном направлении профессиональном. На восьми площадках школьники осваивали базовые навыки работы на фрезерных станках, занимались графическим дизайном, парикмахерским делом, изготавливали игрушки, расписывали ткань в технике батик. За всем этим внимательно следили ребята, которые решили попробовать себя в журналистике. Задание для начинающих репортеров сделать сюжет о едином дне профориентации. Учились брать тоже репортаж у тех детей, которые пришли на разные профессиональные пробы, спрашивали, задавали разные вопросы, которые нас интересовали и в принципе у нас такой получился репортажный ролик, видео. Снежана Гусарова вместе со своей командой прошла весь путь создания сюжета, от подготовки вопросов и сбора информации до монтажа. Девушка не может выделить самый любимый этап процесса, ей интересно все. Я люблю все, наверное, виды, я люблю и писать, пробовать себя как режиссер, как оператор, просто развиваться в данной сфере во всех каких-то вот под видах. Такие дни открытых дверей в учреждении образования проходят ежегодно в рамках фестиваля «Провкомпас 21 век». Пробы – это своего рода первое знакомство с той или иной профессией или хобби. Заинтересовавшись предложенными направлениями деятельности, школьники могут записаться в объединение Центра образования и профессиональной ориентации и посещать занятия на регулярной основе. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Ностальгическая комедия с элементами хоррора. В Международный день театра 27 марта состоится премьерный показ спектакля «Пищеблог. Вторая олимпийская» по роману Алексея Иванова «Пищеблог». Это первая совместная работа ТЮЗа и театральной студии «Орликин». В книге парадоксальным образом переплетаются реальность и мистика, бесхитростный сюжет и глубокий философский смысл, что и постаралась воплотить на сцене режиссер Наталья Кучишкина. Этот спектакль для молодых им есть о чем задуматься. Этот спектакль для зрелых им есть что вспомнить. Ксения Трезна с подробностями. Юность, беззаботность, танцы на дискотеках, летняя жара и яркое солнце. А какой еще может быть жизнь в пионерском лагере? Дети отдыхают, взрослые бдительно следят за порядком и моральным обликом. Так начинается спектакль «Пищеблог. Вторая олимпийская» по роману Алексея Иванова. У меня была с ним первая встреча, как раз я увидела студенческий спектакль по его роману «Географ Голубус Пропил». И я тогда перечитала после спектакля и поразилась на самом деле как в современной литературе есть у нас такие яркие неоднозначные авторы. И потом я уже начала обращать внимание на его книги. И когда я прочитала «Пищеблог», ну бывает такое вот у режиссера, ты, тебя начинает внутренний такой чёс. Я хочу вот это попробовать воплотить. Так воспитанники театральной студии «Орликин» в самый разгар учебного года на сцене превращаются в обитателей летнего лагеря. Хулиганят, мажут товарищей по отряду зубной пастой по ночам. Но оказывается, что даже за самым жизнерадостным фасадом могут скрываться мрачные тайны и мистические загадки. С ними и сталкивается пионер Валерка Лагунов, который просто хочет найти своё место в незнакомом коллективе. Он поначалу себе пытается найти друзей, но он понимает, что никто как бы ему не подходит. Поэтому он пытается создать какой-то свой коллектив. Он вообще перфекционист, он пытается создать идеальный коллектив, коллектив, в котором все люди были за одно какое-то движение, за одно дело. Но добиться этого не так-то просто. Ведь отряд это не сборная страны на Московской Олимпиаде 1980 года, за которой так внимательно наблюдают обитатели лагеря. Пионер Валерка находит понимание уважатого Игоря, который также оказался в непривычном для себя окружении. Как всякий уважающий себя студент-филолог, он должен был отправиться на фольклорную практику, но вместо этого поехал на педагогическую. Мы все похожи в своей молодости, и мальчик в какой-то плане берет пример с Игоря. Игорь заряжается вот этой энергией, его максимализма, его старанием, стремлением к чему-то большему, чем просто быть одному против всех. Так на театральной сцене 21 века рождается этот на первый взгляд такой обычный и стабильный мир эпохи развитого социализма, где на самом деле происходят события, не вписывающиеся в картину объективной реальности. Пищеблог «Вторая Олимпийская» это первая совместная работа труппы театра юного зрителя и Орликина, а для ребят-студийцев еще и первый спектакль с элементами хоррора. Что же жуткого и мистического может скрывать советский детский лагерь, и так ли просто и обыденно название «Пищеблог». Шанс узнать это представится зрителям в Международный день театра 27 марта. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Ну и пока это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Хороших выходных и до встречи на родном канале «Заречный». Пряник печатный 159,90 Мука-резаночка 5 килограмм 129,90 Мегавыгода в Скидкино Делай правильный выбор! Только с 12 по 28 марта в Лале Антилоп кожаные куртки от 5500 рублей. Лале Антилоп А что ты знаешь о создателях твоего города? Новый сезон конкурса «Слава Созидателям» это отличная возможность узнать историю твоего города и получить ценные призы. Выбери номинацию в формате видео «Передай привет в будущее» или в аудио формате «Запиши подкаст о Созидателе». Выполни условия конкурса и жди результатов. Конкурс проводится в социальной сети ВКонтакте. Подробности о правилах и сроках его проведения на сайте славадзефиссозидателям точка ру Ваше Высочество Вы готовы сделать свой выбор? Ираство! Да, мама. Моя избранница это... И сказка закончилась! Хорошо! Лазерные технологии Росатома Имитаторы тепловыделяющих сборок загрузили во второй энергоблок Белорусской АЭС Петрозаводск-Маш роботизирует технологии изготовления продукции Смотрите в среду в 20.00 Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин